Амнистия для политических заключенных, безусловно, нужна. У нас, к сожалению, за 20 лет новой российской власти практически не было прецедента политической амнистии. Последний прецедент был, по-моему, зимой 1994 года после октябрьских событий. Кстати, нужно отметить, что Ельцин, несмотря на то, что он был кровавым убийцей, расстрелявшим собственный парламент и так далее, он не оказался злопамятным. То есть он согласился с амнистией, когда Государственная Дума ее объявила, через 4 месяца после событий. А у нас ребята сидят буквально ни за что уже полтора года. А тогдашние фигуранты события 1993 года в логике Ельцина были заговорщиками, они были людьми, которые пытались осуществить государственный переворот. Тем не менее, даже если в такой логике рассуждать, к ним была применена амнистия. Понятное дело, что никакими заговорщиками они не были, но это уже второй вопрос. А у нас, к сожалению, неправосудно сидят не только болотники, у нас люди есть обвиняемые и в уголовных преступлениях, и в убийстве. У нас до сих пор, 10 лет уже, по-моему, с 2003 года, сидит Сергей Рокчеев, который, на мой взгляд, совершенно кандидат номер один на амнистию. Тем более, что его вопрос неоднократно уже поднимался и перед нынешним президентом, и перед предыдущим президентом Медведевым. И каждый раз было дано публичное обещание вернуться к осмотрению его дела. Хотя что там возвращаться? Две подряд, два состава коллегии присяжных признали его невиновным. То есть человека держит неправосудно, что называется, три раза был нарушен закон в его отношении. И человек упрятан, что называется, на 15 лет. Две трети этого срока он уже фактически отсидел. Понятное дело, что он себя виновным не признает и никаких прошений писать не будет, да и не должен, потому что он невиновный человек. Что касается новой амнистии, то я очень порадуюсь, если она состоится, но радоваться мы будем тогда, именно тогда, когда она состоится. Потому что пока об этом только разговоры. И кто под нее попадет, непонятно. Если, условно говоря, болотное дело выделят в отдельное дело, и по нему будет проведена амнистия, сюда не попадает ни Даниил Константинов, обвиненный в убийстве неправосудном, ни Сергей Удальцов, по которому тоже заведено отдельное уголовное дело, ни Леонид тот же Развожжаев и так далее. Очень многие политзаключенные сюда не попадут. И, конечно, мне бы было приятнее слышать не об амнистии, а именно о прекращении уголовного дела за отсутствие состава преступления. Потому что амнистия – это некий акт милосердия со стороны государства, когда из каких-то гуманистических соображений людей выпускают. А по-хорошему нужно было бы просто закрыть эти дела за отсутствие состава. Другое дело, что наша система на это не пойдет, потому что это значит расписаться в полной собственной импотенции и несостоятельности. Тем не менее, конечно, мы все за амнистию, безусловно, мы акции проводим за то, чтобы амнистия состоялась и так далее. Но, конечно, сама форма вызывает большие сомнения. Я человек суеверный, я не буду ничего говорить. Вот выпустят, тогда поговорим.